С экрана сообщили, важно продлить каникулы еще. И рухнул рынок майонеза на обалдевшую страну. Это, конечно же, шутка, ну а если серьезно, то мы прямо сейчас спросим у жителей Соликамска, чем они планируют занять себя в новогодние каникулы. У меня каждый день каникулы. Ну, я буду читать, смотреть телевизор, может быть, схожу на прогулку, может быть, дети приедут. Ну и что? Что? Чем заниматься? Отдыхать. А гулять пойдете? Гулять? Я на самоизоляции. Ой, я на пенсии буду сидеть дома. Стараюсь, потому что я уже переболела ковидом, так что я больше не хочу болеть. Мы поедем в деревню отдыхать. Я планирую погулять с друзьями по городу в тех местах, где еще не был. Ну, конечно, во-первых, нужно будет немножко развлечь детей, сходить на горку, на елку, в ледовый городок, может быть, в кинотеатр, еще на какое-нибудь мероприятие. В общем, активно провести выходные с детьми, ну и про себя тоже не забывать. Хотелось бы, конечно, куда-нибудь выехать за пределы города, погулять, посмотреть. Хотелось бы, конечно, съездить хотя бы в нашу краевую столицу и посмотреть все красивые инсталляции. Я планирую в новогодние праздники работать, потому что я люблю свою работу и хочу еще, чтобы все вокруг тоже радовались, потому что работаю я в той сфере, в которой, чтобы всех радовать, я буду радовать людей продолжать и дальше. Гулять. Будем ходить и гулять, и гулять, и гулять. Нагуливать себе аппетит, здоровье и все прочее, чтобы год 2022 был легким. Будем отдыхать. На елку нельзя ходить, нынче коронавируса. Столько дома. Друзья позвонят, так приду. А если нет, значит, буду дома в одиночестве справляться. Новый год встречать с родными, с родственниками. Ну, что еще, конечно. Ой, тосты хорошие, чтобы здоровья всем пожелаем, себе и близким, и всем людям. Чтобы никто не болел, чтобы были все сильными, не болели. Ну, в общем, всех, главное, с наступающим Новым годом. И с Новым годом. Ура! Как раз для тех, кто планирует активный досуг и в основном на улице, сообщаем следующее. Уважаемые жители Соликамского городского округа, я думаю, на все ваши такие желания и планы погоды не повлияет. Потому что, по данным Пермского ЦГМС, погода в первые числа января планируется не выше и не ниже климатической нормы. Наверное, она будет в пределах где-то минус 20, что самое благоприятное для всех детских забав. Умеренный снег, умеренный холод, умеренное хорошее настроение. Провести предстоящие новогодние каникулы, беречь себя и своих близких желают Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и вся телекомпания Соль-ТВ.